Саратовский бизнес вновь протянул руку помощи юго-востоку Украины. В ближайшее время жители Луганской и Донецкой народных республик получат очередной, уже третий по счету, гуманитарный груз. Поблагодарить за щедрость саратовских меценатов приехал первый вице-спикер парламента Новороссии. Подробности в нашем следующем материале. По дороге в наш регион Александр Коффман пережил несколько минометных и снайперских обстрелов. Все ради того, чтобы лично встретиться и сказать спасибо предпринимателям, которые не оставили в беде братский народ. Их не так много, всего трое. Один из них, городской депутат и предприниматель Владислав Малышев, выделил на гуманитарную экспедицию более двух миллионов рублей. Помощь была просто неоценима. В тот момент практически не было инсулина. И тот инсулин, который мы получили, мы смогли хоть как-то распределить. Хотя бы несколько десятков человек его получил. Плюс еда, плюс какие-то теплые вещи там были. Ну то есть ему низкий поклон. Он действительно большой молодец. Еда, медикаменты и вода. В начале августа эти продукты первой необходимости пришлись в блокадном Луганске как нельзя кстати. До прибытия большого гуманитарного конвоя из России оставалось больше двух недель. Ценный груз сопровождали волонтеры и казаки, часто рискуя собственными жизнями. Здесь, как вы видите, присутствует бензогенератор и медикаменты. Потому что буквально несколько дней назад в городе Луганске не было света. И депутат сразу же откликнулся, говорит, мы все закупим, все необходимое. Бензодизель, генератор, что будет нужно. В дальнейшем мы также готовы помогать, оказывать поддержку Луганской народной республике и Донецкой. Мы всегда рядом, мы с вами. Сегодня добровольцы вновь собираются в дорогу. Им предстоит сопровождать третий груз гуманитарной помощи. Инициатором его отправки вновь стал депутат Малышев, а также руководство интернет-газеты «Четвертая власть». Общая стоимость экспедиции уже составила более трех с половиной миллионов. Кроме того, депутат вызвался помочь нескольким семьям беженцев из Украины. Женам и детям ополченцев помогут обустроиться на территории нашего региона. Я уверен, что когда-то наш уголь, наш металл, наш хлеб послужат добрую службу и вашей стране в ответ за ту помощь, которую вы оказали сейчас.